Меня зовут Ольга Соколова. Так, как теперь? Нормально? Теперь напишите, немного убавила. Плохо слышно, да? Плохо слышно. Пойдется мне тогда вам слышать. Или все равно фонит? Нормально? Не фонит, да? Хорошо, давайте подромко будем тогда говорить. Договорились? По-другому больше никак. Мне микрофончик надо. Ага, хорошо. Ну все, давайте немножко о тебе расскажу, о своей семье. У нас, ну вот у меня лично, страшно наемная работа очень большой, более 15 лет. Я сразу после школы стала работать, да, и знаю, что такое наемный труд. Знаю, как это бывает. И мне всегда хотелось открыть свой собственный бизнес. Правда, муж мне постоянно ставил палки в колеса. То есть я мечтатель такой, мечтала всегда. А он мне, я говорю, а как же конкуренция, а как же то, что у нас нет денег на первом стане капитала и так далее, да? Я сразу себя задумывалась, так, он же прав все-таки на самом деле, как это я буду открывать свой собственный бизнес. Потом, тем более, у нас появились трое детишек, и как-то рисковать я тоже не могла. Но все равно уже стала действовать в этом направлении, потому что понимала, что на наемную работу у меня уже дорога закрыта. Почему? Потому что я не смогу и нормально принять свои дети, и при всем при этом, если нужно работать на какого-нибудь начальника, да? Поэтому или дома сидеть, никак больше не реализовываться только с детьми, или тогда детей, да, не надо было рыжаться, а ходить на работу и сделать себе карьеру. Но я не такая домохозяйка, я не домохозяйка. Я решила искать варианты и как-то все равно развиваться, да, как-то помогать мужу обеспечивать нашу большую семью. И стала изучать тему бизнеса, как создать свой собственный бизнес, при всем при этом, чтобы я, многодетная мамочка, могла все это совмещать. Теперь у нас семейный бизнес и партнеры по всей территории России и странам СНГ, ребят. Я нашла эту, такую систему, которая подходит на самом деле, на самом деле, которая подходит именно мне, да, я увидела, что я здесь могу или нет. Здесь своих обеспечить, я могу помочь, при всем при этом самореализоваться. И вот эта система, о которой я вам сегодня буду рассказывать, она как раз позволит и вам поручить все ваши финансовые проблемы. Запишите мне, пожалуйста, в чате, посчитайте мне узнать, кто первый раз пришел сегодня на вебинар. Подписайте мне знак. Мы с вами как раз будем сегодня общаться. Поговорили, задавайте вопросы по ходу дела. Это вот график, можно так сказать, мой график, да, финансового потока, я сказала, изначально. Затем я решила изменить свой путь событий и жить немножечко по-другому. Вообще на наемной работе, ребят, всегда дело заканчивается одним. Это увольнение. В любом случае вы когда-либо будете приволены. Потому что это место, потому что это место за вами не закреплено. Согласны со мной? Даже если вы в начале своей работы будете нарабатывать какие-то капиталы, зарплата у вас будет резко. Мамочки, видите, часто уходят в бюджет и прекращается внешний поток, да, то есть в ноль. Вот как у меня в ноль ушло. И затем, когда, конечно, выходим на работу, опять, возможно, там доходы поднимаются. Но в любом случае вы будете с маленьким доходом, в принципе, ниндерные в конце своей жизни. Не очень, да, со звуком? Ребят, у себя, пожалуйста, тоже прибавляйте, ладно? Хорошо? Существую больше никак поправить не могу. Если начинаю прибавлять, то начинает у меня поменьше. Вам вообще тоже плохо. Для наушники вы себя наденьте, у кого здесь наушники, можно? Вот при таких доходах, ребят, свою жизнь красивую не построить, да? Вот получается, что вся жизнь будет просто в кредит. Квартира выпасекла, машина в кредит, отдых опять в кредит, там, чтобы покупать себе в кредит. И все в кредит. Кому знакомо, ребят, поставьте плюсики, у кого жизнь в кредит, когда вы трудитесь на наемной работе. Есть такие? У меня подружка жалуется постоянно. У меня кредитов полно. Я говорю, давай вместе бизнес развивать. Есть такие? Все в кредит, да, ребят? Вот, вот это возможность выбраться из этой камеры, ребят, на самом деле, потому что здесь потолка в доходах у вас не будет. Мы с вами это попозже рассмотрим, да, какой график и сеть есть. Сегодня мы с вами рассмотрим пять вопросов, на которые вы получите ответы. В чем же суть этого бизнеса, а это бизнес, ребят, мы вас не на работу приглашаем. Мы вас приглашаем развивать свой собственный бизнес без вложений, с нуля, даже если у вас нет первоначального капитала. Что нужно сделать, чтобы ваш бизнес начал расспаться? Откуда берутся деньги? Что вам будет помогать и что вы получите в результате? Мы с вами вот так вот попросите обсуждать будем, потом задаете вопросы, ладно, свои, что непонятно. И в конце вебинара уже зададите по этой теме вопросы, ладно, обсуждать, чтобы закрепить эту тему. Договорились? Если уж совсем узкие вопросы, то тогда со своим наставником, с вашим спонсором, с тем человеком, который вас пригласил, вы взаимодействуете в индивидуальном порядке. Итак, хочу вас познакомить с нашей командой. Вы попали в команду с движением. Хочу похвалиться, да, нашу команду все знают. На всех мероприятиях, когда бы вы не приезжали, мы приезжаем постоянно, благодаря распространению брендов, спасибо вашим спонсором за ту позицию, которая продвигается, за все принципы, которые у нас, команда, которая придерживается, нас много не знает. И стоит сказать, что я, команда продвижения, сразу понимает, вспоминает наших лидеров, понимает, что у нас есть быстрый рост, потому что наши лидеры входят в ток по России и Балтии, да, все знают их. Конечно же, это не только благодаря лидерам, но и тем партнерам, которые сейчас делают свои собственные результаты, благодаря новым партнерам, которые к нам приходят и быстро понимают, что из нас начинают растить и здесь развиваться. Опыт у нас уже большой. Сначала начинали работать методами офлайн, да, теперь все это перенесло. На онлайн-платформе. Даже онлайн-платформа уже существует 3 года минимум. Вот смотрите, как развивались, это видно на фотографии банкет-директоров в 2021 году. Столько лидеров поездки на банкет-директоров. В 2015-м уже побольше, да, видно, как мы растем. В 2016-м уже я там где-то здесь, если рассмотрите, мы уже команда значительная, да. Так что, ребят, давайте в 2017-м мы с вами покажем вообще класс. Как бы мы выбираем вообще компанию, в которой сотрудники. И вы тоже выбирайте. Да, смотрите, чтобы был комфортный продукт, да, чтобы с ним можно было комфортно работать. Насколько эта продукция нужна людям, пользователям, анасосам, насколько она доступна и приятно ли нам с ним работать. И надежность самой компании. Потому что вообще, ну, культуры компании, да, это связано с огромным количеством денег. И все отправляются, к сожалению, многие компании не ходят, не куда. Да, а нам с вами нужны именно надежные, надежные партнеры, да, надежная компания, к которой можно свою жизнь доверить. Потому что она нам платит, нам платит компанию. Понятно, да, ребят? Вот те компании, которые меньше трех лет, на них вообще даже не обращайте внимания. Иногда говорите, что говорят те, кто приглашает всех в компанию, да, говорят, вот мы новая компания, будем верить. И на самом деле эта компания еще не проверена, останется ли она на этом рынке. Поэтому лучше, конечно же, выбирать ту компанию, у которой уже есть значительный срок на рынке, да, и она мощная, и у которой есть деньги, чтобы нам выплачивать. Нашим партнером является компания Арифлейн. Все знают, да? Почему? Вот для меня, потому что я, во-первых, знаю этот бренд. Он известен давно. Я знаю эту компанию, она уже давно существует. 50 лет в следующем году мы будем отмечать, и вы попали в это как раз в очень хорошее время, да, когда компания юбилей будет в следующем году. Здесь компания платит только официальный доход, ребят. Все согласно законодательству. Я не знаю, как для вас, но для меня это было очень важно. Я сама в муниципальном служении, потому что, когда я работала до компании Арифлейн, в муниципальном служении работала в исполнительном заместителе, заместителе главного бухгалтера. И я человек закона, и я всегда хочу, ну, чтобы та деятельность, которую я занимаюсь, она была согласна закону. Поэтому я выбираю компанию Арифлейн. И здесь все партнеры, которые сотрудничают также с компанией Арифлейн, в нашей команде, не только в нашей команде, всех обладают честностью, целеустремленностью, трудолюбием, да, ну, и, конечно же, у них у всех предпринимательское мышление. Еще очень важно то, что наша компания является международной, ребятой. Это очень важно. Почему? Потому что, представляете, в какой-нибудь стране кризис, и так-то, а эта компания только там развивается. Получается, у этой компании тоже будет кризис, и она может не удержаться на голову, да? Ну, представляете, в России кризис. Все, многие компании закрываются, увольняют людей и так далее. Так как наша компания является международной и развивается более чем в 60 странах мира, она может варьировать, и то, что в России кризис, она даже нельзя не предъявлять, варьировать своими ценами. Понимаете, да, почему для нас это является необходимым? Поэтому, когда доллар рос, когда в стране кризис, мы вообще не переживали за это. Партнеры компании Reflame не переживали, что в стране кризис, и до сих пор не переживаем. Понимаете, да? Какая здесь хорошая стабильность, потому что доходы наши все равно продолжали расти, даже в большей степени, потому что шли сокращения, где-то там на предприятиях, и люди начинали больше задумываться о том, что что-то нужно менять в своей жизни. И у нас стало намного больше партнеров, да, которые пришли развивать бизнес вместе с нами. Хорошая перспектива. Так, почему я решила прийти в Reflame? У меня тоже были стереотипы, да, как у всех. Сначала, изначально, что это... Ну, я не рассматривала это как серьезный бизнес. Думала, что так просто, как подработка, там, продавать и так далее. Но оказалось, что намного серьезнее. И когда мне говорили раньше, изначально, про те деньги, которые можно заработать в компании Reflame, я не... ну, вернее, возможно, это и можно было, но не мне. Потому что я не видела для себя здесь возможности их зарабатывать. Благодаря системе онлайн и благодаря мощному обучению наших лидеров, я увидела, что я, ну, и к примеру, соответственно, да, что многодетные мамочки хорошо зарабатывают, к примеру своих лучших стоящих, я поняла, что я также могу сделать это все репутатно. И на самом деле это и есть. Здесь можно заработать каждый, кто готов учиться, трудиться на себя ради себя, да, и идти вперед, несмотря на какие-то там пределы. Каждый ребят может здесь зарабатывать. Я же сама решаю, сколько хочу зарабатывать. Стабильно растущий доход, нет потолка, это тоже очень важно. И график тоже вы, каждый из вас, будете для себя устанавливать сами. Хорошо? Как вам удобно. Кто-то совмещает, кто-то мамочка в декрете, да, то есть нужно подстраивать под своего ребенка, под него график. Кто-то обучается, учится студент. Все равно вы можете здесь свой график подкорректировать и, обучаясь, зная этот бизнес, его развивать. Каждый может быть, сделать свой результат. Эта деятельность ведет к пассивному доходу. То есть, несмотря на то, будете вы этой деятельностью заниматься в будущем или нет, но если сейчас вы запустите эту бизнес-систему, вот сейчас вы поработаете на свою бизнес-систему, потом эта бизнес-система будет работать на вас, и денежный поток не будет прекращаться. Такие перспективы, кого устраивают, будут эти выставки. Вообще говорят, если та деятельность, которая не принесет вам в будущем пассивный доход, это деятельность, которой вы будете заниматься зря. Вот ту деятельность, которую мы предлагаем, она приносит пассивный доход. Хорошо. Ну и, конечно же, здесь, помимо денег, есть еще и другие доходы, да? Как путешествия. Путешествия за счет компании. Плюс автомобильные, ребята, за счет компании, да? Вы в итоге получаете свободу, как в финансовом плане, и так и в свободу выбора, да, то есть в свободу в акции, в свободу действия в своей. Как вы думаете? Здорово это? Вот меня это зацепило. Если вас кто-то из третьих функций тоже зацепляет, значит, вы в правильном месте и в правильное время. Согласны со мной? Дальше поехали. Теперь обсудим все-таки в том же суд бизнеса, что же здесь нужно делать, да? Итак, ребят, суд любого бизнеса, она проста. Это создание товара оборотов. Также и здесь нужно создавать товар оборотов. Любой бизнес вы открываете, магазин открываете, услуги какие-то, вы знаете, оказывать. Вы всегда ищете клиентов или покупателей, которые нужны в вашем услуге или нужен ваш товар. Согласитесь? Также и здесь. Создание товара оборотов является в том же бизнесе. Как продвигается товар в обычном традиционном бизнесе? То есть если взять обычный магазин, в котором мы ходили за покупками, да, покупали продукты, например, как это все происходит. Или давайте также возьмем пасту или шампунь. То есть мы ходим в магазин, рознь, кто того, как туда попала, не знаю, паста или шампунь, он сначала, шампунь, да, прошел определенный круг. То есть производитель его создал, крупный автовик его забрал, накрутил процент за свои услуги, ему нужно и аренду оплачивать, и зарплату сотрудникам, да, оплачивать еще, и прибыль получать. Плюс передал среднему автовику. Средний автовик также накручивает процент определенный за свои услуги, чтобы передать дальше мелкому автовику. В итоге мелкий автовик опять накручивает свой определенный процент от последнего, да, то есть от среднего автовика. Представляете, как увеличивается стоимость того шампуня, который мы с вами берем в розничном магазине. Ну и потом мелкий автовик уже отдает в розничном магазине. В розничном магазине накручивает тоже свой процент, потому что нужно платить зарплату продавцам, и за аренды помещения, да, будет еще рекламу, оказывается, поток клиентов-покупателей шел именно к нему в магазин, а не к другому конкуренту. И только тогда мы приходим к покупателю, берем, что это все платит, ребята. Покупатели платят, да. Что в итоге в минусе остается? В минусе остается производитель, потому что он за маленькую сумму отдал, и практически ничего не получил. И покупатель, да, потому что он заплатил вот за все вот эти расходы. И что самое интересное, мы не всегда можем обойти вот этих вот посредников. То есть, получается, посредники только у нас зарабатывают, да. Покупатели платят, а производитель практически там, ну что он, чуть-чуть там получил, вознестил свои расходы. Итак, ребят, смотрите. Что получается? У нас же с вами совершенно другой путь. У нас производитель поставщик. И мы с вами можем являться единственными покупателями, да, то есть сразу брать от своего производителя, и сразу покупать, да, у него без накрутки какой-либо. Или быть посредниками между покупателями. Ну тогда у нас идет опуска 20%. Качество в итоге лучше. Уверены в качестве. Кстати, там в розничный магазин может попасть там фунг, который не от производителя привезем, да, а где-нибудь в подвале его сделали, привези в розничный магазин, в розничный магазин, и не спустя. Откуда? Да, потому что он это не проверяет. Сертификаты сейчас необязательные. И мы можем взять зубную пасту за 47 рублей в магазине, да. При всем при этом она могла выпуститься где-то в подвале. Мы думаем, о, как здорово зубная паста за 47 рублей. Но она в итоге не обладает теми качествами, ну вообще качественной зубной пастой, которая нужна, да, чтобы наши зубы были крепкими, делосметными и так далее. И в итоге мы не получаем того эффекта, который хотим, да, еще не для двух отравимся. Ну, если это консрафактная продукция, потому что розничный магазин в 40 рублей, если бы так пришла продукция. Ну, и мы берем качественную зубную пасту, но по громадной цене, потому что мы не можем вот этих вот посредников обойти. Если у нас чай заканчивается, мы же идем в магазин, покупаем, мы же не едем в Индию за чаем. Согласитесь? Так же и здесь, да. То есть мы все равно, хочешь не хочешь, но мы можем вот этих вот посредников обойти. Но что касается личной дивиденды, мы с вами можем, покупая напрямую от производителя компания Airflame. При этом мы уверены, что это сделано на заводе компании Airflame. Есть сертификаты у компании Airflame на все продукты. Я сама была на заводе. Знаю, как шепетильная компания относится к изготовлению своего собственного продукта. Есть контроль качества, который используется на каждом этапе развития за продуктом. Это просто смешает, ребят. Ну и, конечно же, нашим клиентам достается, можно сказать, сразу, да, мы не видим как-то посредники, сразу продукт. Это здорово. Или вообще можно только себе оставлять, делать продукты ради себя. Как я, например, делаю. Что у нас получается? Смотрите, практически весь бизнес компания берет на себя. Она предоставляет сайт, онлайн-магазин, да, она производит продукт, продукт, разрабатывает, раскручивает ее бренд, исследования проводят, потому что есть свой институт исследования. Персонал работает на заводах, они, кстати, очень гордятся тем, что работают на таком заводе, который сделан по евро, да, там такая чистота, все нефинализировано, но это вообще круто, конечно. плюс раскручивает бренд, да, реклама, доставка, а все это на компанию. Плюс считает нам доходы, бухгалтерия там есть, ассортимент, это тоже ложится на компанию, ну, не бросать, я вам сказать, что же тогда наша задача какая? Наша задача или пользоваться или искать клиентов, которые будут покупать в нашем онлайн-магазине. Плюс предоставлять возможности другим людям также начать зарабатывать большие деньги. Как вы думаете? Кому нужны деньги? Ну, поставьте ссылки, кому нужны деньги? Мне кажется, всем, кто в этом чате деньги нужны, да? Да. Конечно, всем нужно. Я хочу, чтобы вы это еще раз ответили на этот блюзий вопрос. Почему я спрашиваю? Потому что, когда вы будете приглашать сюда людей, чтобы вы делали упор на зарабатывание денег туда, то есть приглашали зарабатывать вместе с нами. У меня у ребенка тоже деньги не греют. Он сегодня говорит, мам, давай я буду у тебя работать. Я говорю, давай. Мы ему распечатали, муж распечатал буклетики, он взял буклеты и о работе, то есть предложение о работе и понес расписывать по почтовым ящикам. И за то, что я, вот он разнесет это все, я, конечно, не дам денег на карманные расходы. Вот такой у нас семейный бизнес. Да, на самом деле деньги нужны всем. Косметика, возможно, не нужна. Но вот предлагать вы можете работу каждому человеку. Как вы думаете, в деле люди моются, я тоже думаю, что все люди моются, да, то есть значит, все здесь могут зарабатывать. И вы, и те, которых вы будете приглашать. Вот так у нас происходит продвижение ребят товаров. Где мы сами для себя покупаем те средства, которые как и так нам нужны. продвижение продвижение дальше поехали. Что же нужно делать, чтобы бизнес развивался? По поводу сути бизнеса, ребята, остались вопросы? Всем понятно, создаем товарооборот. Так, правильно. Кто не моется, не сидит. Ему продукт будет неинтересен, да? А мы об этом говорили, что продукт должен быть комфортным для нас, чтобы с ним работать. Так, понятно, вопросов нет. Давайте второй тогда вопросик тоже нужно сделать. Ребят, для каждого из вас вы теперь предприниматели, начинающие еще, потом будете официально оформляться, но вам уже сейчас предоставлена возможность создать, запустить свою бизнес-систему, создать свой бизнес, вам всем предоставлен собственный онлайн-магазин на сайте компании, у вас у всех, скорее всего, уже есть, свой собственный кабинет. Есть у всех магазин, напишите, плютик, поддак, у кого нет, обратите к человеку, который вас предоставил, он будет. Хорошо. Все. Вот, ребят, этот магазин, там нужно организовать товарооборот. Первым делом, как мы организовываем каждый, практически, те, кто сюда пришел, да, чего начинали. Мы стали переводить себя, мы теперь конкурента своего не развиваем. Все магазины, которые продают шампунь и мыло, это конкуренты, ребят, да, ваши конкуренты. У вас собственный магазин, где продаются шампунь и мыло. Все. И ваша задача, чтобы получить прибыль, формировать там какой-то товарооборот, или какой-то покупатель. Самая идея, надежные покупатели, это вы сами, ваши родственники и ваше окружение, да, это те люди, которые будут у вас каждый месяц покупать в этом магазине. Вот первым делом, что нужно делать, это не развивать, перестать развивать своего конкурента, а начать развивать себя. То есть шампунь теперь покупаете не у твоего конкурента, а в своем онлайн-магазине, чтобы стоить товарооборот себе, и за эти деньги получают. Понятно, да? Это первое. Удача вторая. Посещайте обучение, и вы узнаете, как эффективно все зарабатывают, некоторые приходят и говорят, мы сами все знаем. в итоге в итоге получается, что тормозят все какие-то продвижения, что-то недопоняли, или делают, там, изобретают велосипед. На самом деле не надо велосипед изобретать, просто повторять за результатом, который сделали ваши вышестоящие лидеры. Повторять умеете? Ничего сложного, думаю, нет. Да? Посещаем обучение и повторяем все действия, которые уже сделаны. Ну и приглашаем людей, даем информацию людям о том, что можно так зарабатывать эффективно. Хорошо? Приглашать людей, тех людей, которые будут так же, как и вы, организовывать еще товарооборот и посещать обучение и также приглашать людей. Вот, три основных правила, ребят, и ваш бизнес этот будет развиваться. Я думаю, что ничего сложного в этом нет. Так ведь? Поехали дальше. Вопросики остались? Вот, это товарооборот моего онлайн-магазина. Что же там у меня покупается, да? Единственные клиенты, которые остались в моем онлайн-магазине, это я и моя семья. Это витамины, как детские, так и взрослые, для меня, для мужа. Это батончики, которые мы просто обожаем, да, коктейль. У меня сын-спортсмен, я была кормящей мамой, но сейчас я не кормящая, да, но мне все равно хочется правильное питание, смесь, белок. Ну и помыть, ребят, это уже 226 баллов бонуса мой товарооборот. Товарооборот у нас определяется в баллов бонуса. Это такая внутренняя валюта компания, потому что она международная, да, как-то же надо товарооборот объединять. Там рубли, в СНГ, там гривны, мы даже сами приглашаем международных партнеров в бизнес. У меня есть на Украине партнеры, у меня есть в Белоруссии партнеры, у меня есть в Казахстане партнеры. У нас у всех своя, ну, в СССР в России, у нас у всех своя валюта. И чтобы смотреть, какой товарооборот в моей организации, мне тоже удобно, чтобы он измирялся в какой-то определенной валюте. И вот как раз балл бонуса и введена такая схема. Понятно, да, ребят? Так, процент идет, Тимофей, товарооборот идет. То есть, ну, я потом вам об этом расскажу, ладно? Я сказала, что товарооборот нужно организовать обязательно, Алина, ладно? Но как это делать, решает каждый. Можете не покупать, но в вашем онлайн-магазине должны быть другие покупатели тогда. Рекомендуйте. Все измельчат опустим введен товарооборот в ремонт. Многомиллиона. в нашу обожаю. То есть, что же делаем? Давайте закрепим. Даем людям информацию одни пункты, создаем команду партнеров, ребят, мы приглашаем зарабатывать до себя и обучаем их это делать. Сначала обучаем вас, ваших новичков, пока вы не совсем все освоили, да? у вас у каждого есть свой насад и он вам во всем помогает. То есть, один людей не остается. У вас все равно есть кто-то вышестоящий, который будет вам помогать во всех делах. Только самое главное задавайте вопросы. Не сидите видите, что-то недопонимаете. Практически. Хорошо? Создаем команду партнеров, которые также будут зарабатывать. Понятен этот момент? Так происходит организация группового товарооборота. Вообще многомиллионных товарооборота. Хорошо. Один магазин это, конечно, хорошо, да, ребят? Каждый предприниматель даже это знает. Один хорошо, но когда у вас есть таких онлайн магазинов, то это в десятки раз, в тысячу раз. Намного лучше, когда вы получаете прибыль, да? Например, сеть магазинов магнит. Там тоже что-то не имеется. Одно дело, когда один магазин магнит, а другое дело, когда он по всей территории России, да? Сколько получается руководителей магазинов магнитов? Большую сумму. Вот вы также будете развивать свою сеть, ребят, онлайн магазинов, где производительным посадчиком является компания Арифлейн. В принципе смотрите, как у нас все здесь происходит. вы приглашены, да? Начинаете тоже приглашать людей. Пять человек. Допустим, пригласили, обучили их, организовывая товаро-оборот, плюс приглашать. В итоге пять человек приглашают по пять человек. Получается уже двадцать пять. Да? Двадцать пять вас. Двадцать пять человек, уже по пять человек приглашают 125 человек вашей организации. 125 также по пять человек приглашают 125 человек. Если всех посчитать, то получается, что в вашей организации 781 человек вместе с вами. Каждый партнер организовывает товаро-оборот в своем онлайн магазине примерно, скажем так, 5 тысяч рублей, да, как-то, понимаете, 5 тысяч. У меня, если всех посчитать, ну, человек, наверное, 600 тоже есть. 600 человек. Ну, не все, конечно же, развивают люди из этих 600. Есть те, которые просто покупают, есть те, которые вообще ничего не делают, да. У меня где-то примерно 50 партнеров. А вот чтобы набрать, нужно обучаться и повторять. И прорабатывать физически. Все могут набрать. И, ребят, смотрите. 781 человек. Все пришли зарабатывать. Умножаем, да, каждый организовал товарооборот. Умножаем на 5. Получается многомиллионный товарооборот практически в 4 миллиона, да, товарооборот. Примерно 10% вам как организаторов. Примерно 4 тысяч рублей. 4 тысяч рублей, ребят. И потолка нет. И сами решаете, сколько вы хотите зарабатывать. Понимаете? Чем быстрее, чем быстрее, чем больше вы будете зарабатывать деньги, правильно это будете делать, лучше своего спонсора, не запретать на этот эффект, повторять результат, тем быстрее вы будете зарабатывать большие деньги. Так, давайте, кого приглашать, где вообще искать людей, да? Да везде, ребят. Как мы с вами выяснили, всем нужны деньги и тему. Поэтому среди теплых у вас наверняка есть люди, которым нужны деньги. Так, предложите им этот бизнес. Дайте им бизнес-пистему, привезите на спонсор, когда вы только-только начинаете. Чтобы спонсор подбескредовал, рассказал о том, что есть эти возможности с нуля начать свой бизнес и уже не задумываться о том, где искать работу, как и не искать, и с чем ее вообще искать. Да? Это теплый контакт. Холодные контакты это наши незнакомые люди. То есть мы развиваем социальные сети, даем информацию, также работаем на досках объявления. Ну и активный контакт. То есть приходят к нам домой, тоже предлагают что-то, то установить интернет, то там пенсионный фонд, кому приходят. Вот всем можно предложить деньги, да? Дополнительный доход изначально, потом как основной доход. То есть доход, который даже и заканчивается, если допустить бизнес-пистему. Еще и по наследству будут и передаваться. Итак, вот откуда берутся деньги? Был вопрос, да, за что платят вообще? За что платят компания? Ну, примерно 10% это мы с вами открыли. Компания Airflame платит с группового товарооборота и с вашего личного товарооборота. Вот такой план успеха у компании Airflame, он похож на лестницу, да? Когда мы переходим с одной ступеньки на другую. Начинается она с 3%. Компания Airflame, то есть создаете товарооборот в своей группе 150 баллов бонуса в 3%. Создаете товарооборот 450 баллов бонуса в 6%. Как создавать это? Как мы создаем товарооборот? Личный товарооборот? Такую лестницу на сайте компании можно найти. Там есть лестница успеха. В разделе «Может листья» Смотрите, ребят, товарообороты как создаем? Групповые товарообороты, да, учитываются. Ну, и личные тоже, в том числе. Личные 150 или групповые 150, да, без разницы. Вы 3%. Доходы платятся только тем, ребят, партнерам, которые в своем личном онлайн-магазине организовали бы товарооборот не меньше, чем на 150 баллов бонуса. Хорошо? Вон, Викарский мешок сделает. Можно так. Дальше, ребят, смотрите. Нет, зачем ленту? Не придя я. Потому что вы доходы будете получать, ребят, только тогда, когда вы все официально оформите. До этого идет у вас как стипочка. Вы оформили сейчас все договоры, как компания, и вы как покупатель. И вам компания просто начисляет стипу. Понимаете? У вас она будет стопиться до момента официального оформления. все законно, поэтому ничего не теряется. Будете платить налоги, когда вы все это официально получите деньги? Платите. Дальше, ребят, смотрите. Товарооборот консультанта 6% уже от 13 тысяч. Это, конечно, можно еще самим в своем личном товарообороте, в личном магазине создать, да, если у вас много клиентов. Но на самом деле лучше я вам советую создавать свою команду, да, она вам больше денег принесет. То есть больше приглашать, больше рекрутировать, развивать свой сеть на моем магазине. Чтобы 450 зубов бонуса у вас был групповой товарооборот вместе со своей командой. То есть приглашаем людей, регистрируем свою команду и учим их так же, как и сами, организовывать товарооборот в своем личном магазине. И у вас начинают групповые товарообороты расти. Почему? Потому что сначала вы пригласили научили товарообороты выросли. Так же они приходят, учатся приглашать людей, и как мы уже выяснили, приглашают вот вы пригласили петли, пятеро человек у вас научились, они тоже по пять приглашают, и вас уже сколько? 25, да? То есть ваша цель научить своих партнеров делать то же самое, что и вы. Это организация личного товарооборота, это обучение и это приглашение людей. Ну и так дальше, ребят. Смотрите, дальше уже ваши товарооборота будут пройти за счет увеличения ваших партнеров. Цель на ключевой партнеров. На самом деле, я хочу, чтобы вы бы все научились делать, создавать свои команды, да, вот такие товарообороты от 200 тысяч, не продавая в том при этом. У меня товарооборотов 400 даже больше. У меня просто одна директора века есть, она уже товарооборотом неизвестная, поэтому меня еще товарооборотов. По баллам узнаем, 4000 валов он умеет. Ну, это где-то 100 тысяч получает, да. Вот, ребята, поэтому на самом деле я вам желаю побыстрее научиться делать вот такие товарообороты и свои команды именно вместе, да, и делиться вот на такие доходы. Если вы посчитаете, сколько вам нужно денег, возможно, кто-то уже посчитал, да, сколько денег вам надо для того, чтобы вам комфортно жить, напишите, пожалуйста, в чате кому, сколько нужно денег. Я сейчас расскажу, как от него работать и так. цифрах. Вообще, если честно, цель должна быть выражена у вас в деньгах, да, вот, если вы хотите дом, то тогда должны знать, сколько у вас у вас у вас на строительстве этого дома. Если вы хотите автомобиль, не кредит, а так, чтобы купить, то вы должны знать стоимость. 10 тысяч это только вот как на наемной работе, да, то есть в ходили, где-то 2 миллиона сразу хочется в месяц, 10 тысяч это только как на наемной работе, только чтобы покушать, да, и нормально не проживешь, тебе вещи не купишь, себе автомобиль там уже и речи не может, отдыхать не съездишь, как на наемной работе, 250 тысяч. 100 тысяч, 10, 10, 15, хватит, да, студентов. Смотри, ну а что, автомобиль не хочет? Только покушать, да, надо? Да, не потекла. За 7 месяцев активной работы, ребят, я вышла на товарообороты в 200 тысяч. За 7 месяцев активной работы. До этого обучалась, делала шипки, падала, я перестала вообще в 2014 году, если говорить или обо мне, да, в 2014 году, 23 сентября, у меня ребенка тогда был месяц всего, мы практически после родов, не знаю, и, конечно же, я не рекрутировала, не разбиралась, но, знаете, у наемного сотрудника, да, немного мышления, когда не поменяла, занималась, чем попала, и думала, что это мне все деньги принесло. На самом деле нет, в бизнесе, ребят, нужно делать то, вот акцентировать внимание, фокусироваться, это очень сложно, между прочим, научиться фокусироваться на тех действиях, которые вам деньги принесут. Понимаете, да? Следующая, ой, ту предыдущую, вот эту, ну, вот тут примерно, 3% у нас партнер, скидывала свой скрин, 900, чем-то, 906 рублей у меня было такое скринное. Ну, все, посмотрели, ребят, давайте дальше. Минута осталось, и там уже успешно. Научитесь обучать своих людей. это на самом деле большие деньги вам принесут. Научите одного директора стать директором, одного твоего партнера стать директором, то тогда вы старший директор сами, да, будете. Но я пока не старший, я только пока директор, хотя у меня есть одна директорская группа, почему, потому что у меня еще моя персональная группа еще маленькая, да, мы еще растем, вот, но у меня пока директорская звание закрыта. Дальше, ребят, смотрите, два директора, когда у вас уже будет, вы уже золотой директор. Вот изначально себе ставьте план не директора, изначально сразу ставьте себе план минимум золотой директор. То есть создавайте одну, вот, конкурска у вас уже есть, веточка, да, которая будет висеть, и потом уже вторую, свою собственную, которую вы также будете развивать, так и в конкурсе, да, это вы уже метите на звание золотой директор, то есть вместе будете подниматься, инструктировать, наполнять, обучать, вместе и полетать этой командой. У нас здесь командный бизнес, и только с командой можно сделать хороший, отличный директор. Какие доходы у золотого директора? От 50 тысяч, да, и выше. При закрытии звания собираете все премии в 1000 долларов, полторы тысячи долларов, две тысячи долларов. Это все компания вам выходит по курсу на сегодняшний день, сколько там долларов, да, ну, в смысле, когда будете получать на тот день и вам смотрит уже компания, сколько доллар, так переводят в рубль. Понятно, да? Поэтому мы даже заинтересованы в том, чтобы доллар рос, мы побольше премии получим. Да, ребят, согласны со мной? Дальше что у нас? Старший золотой директор, это три директора, от 60 тысяч в доходе. И премия уже идет в 3000 долларов. То есть несмотря на то, что вы уже две веточки свои выросили, и еще одну создали, у вас уже третья, стала директорка, вы все равно будете получать уже за каждого последующего директора премию на 1000 больше. То есть вроде бы работу сделали уже давно, сейчас опять еще одну веточку построили, но все равно вам уже за этого директора больше на 100. Так, кто там хотел на 2 миллиона веточки за год заработать за миллион или за месяц? Сразу ипотеку на 150. Ребята, кто хотел? 200. Бриллиантовый директор, то есть помогите своим партнерам 6, 6 партнерам стать директорами, вы сами бриллиантовый директор, доходы от 150 и выше 200 и 250 и за закрытие звания, они закрывают звание, получают 1000 долларов, и вы в итоге закрываете звание, вы за них получаете за всех 6000 долларов. Понятно, да, ребят, куда тогда надо сниться? Я вообще вам советую, бриллиантовый директор, но это как минимум ради вот этих денег туда приходите, да, то есть месяц за три недели, то есть получать 150 тысяч выше каждые три недели. Если правильно система построится, сделайте ваших директоров с настоящими, вы будете сами уезжать отдыхать, а ваши товарообороты, ребят, будут расти, развиваться уже без вашего участия. Вот он пассивный доход. Каждого директора, ребят, пожизненно 5%, еще и в длине, да, тоже там, ну не 5, там уже 2%, и так далее. Согласно маркетингу вам, это вы уже на вебинаре по маркетингу вам более конкретно обсудите, хорошо? Мы здесь даже не на товарооборот смотрим, мы смотрим на ключевых партнеров, ребят, ну товарооборот конечно же важен, да, но товарооборот, который строится благодаря увеличению ключевых партнеров, то есть это тех людей, которые повторяют ваши действия, повторяют 3 правила, это покупают у себя, организовывают товарооборот, обучаются и приглашают людей, вот это ключевые партнеры. Итак, если вы хотите 9%, то тогда 4-6 ключевых партнеров в вашей структуре должно быть по-любому. 12%, 8-10 ключевых партнеров, 15%, 12-15 ключевых партнеров, 18%, 16-17 ключевых партнеров, и 22% это старший менеджер, то есть 22% старший менеджер, открытие звания директора, это 20-25 ключевых партнеров. Ну и соответственно увеличить. Как это сделать? Приглашаем 50 человек, не все пойдут с вами, не все будут развиваться, кого-то заинтересует, кого-то нет. Вы являете из этих 50 человек 5 ключевых и даете им такое же задание. Понятно, да, ребята? Но это вообще можно. Если хорошо 5 ключевых обучится, видите, что у вас постоянная динамика идет на полном ключевых. Что вообще? А если нет, то делайте сами, ищите дальше ключевых партнеров. Так, ну, вот такие вот справочки присылает компания Арифлейм, уже бухгалтерия, да, бухгалтерская справка. То есть у нас есть заговор. И каждый раз, когда каталог закрывается, в четверг нам приходит зарплата на наш личный расчетный счет в банке, и потом бухгалтерия присылает вот такие справки. Идеально как раз прописывает, за что она платит. Обратите внимание, за проведение презентации бизнеса, то есть работу с нашими партнерами, с теми людьми, которых мы привезли. Мы с клиентами соответствуем, потому что в нашей культуре есть не только партнеры, у них и клиенты, да, которые время от времени покупают. Мы им там всякие акции, акции сгружаем. Вот, ребят. Но цель это работа с партнерами. Вот как раз это все прописано. Проведение презентации, возможности рефлейм, проведение тренинга, успешный старт. Вот это все и ведет к увеличению товара оборота. Угу. дойдем вам, вам подсказываю. Часть пропала, ребят. Или нормально все? Нормально, хорошо. Да. И потом компания рефлейм переводит все это на наш личный расчетный счет. Ребят, сначала, да, вот вы сейчас пришли, вы начинающие только, да, у вас договор как покупателя. Ваша скидочка, которая будет у вас, вам компания платит, да, вы будете переходить на уровне там консультанции 3%, 6%, 9%, там маленькие доходы, вы же видели? Вот это все будет копиться на внутреннем счете, и вы будете отслеживать в своем личном кабинете. Это будет все видно, вы можете даже посчитать, там копейка в копейку правильно считается согласно маркетингу плана у компании. Сумма значительная копится, да, ну, смотря, вы уже сами решаете, когда вам оформится как индивидуальный предприниматель. Вы уверены в своей команде, видите, что постоянно идут деньги, и вы уже их хотите забрать, да, вот, держать, тратить, и так далее, вам уже это надо. Вы оформляете налоговые инспекции, заключаете договор с компанией об оказании услуг, и компания вам все это перечисляет. Это понятно, ребят? Так вы получаете. Там уже не важно, где вы, в какой точке страны или вообще мира, вас 5 деньги за ваши услуги догонят. Развивать бизнес тоже можно отовсюду, лишь бы был интернет. Захотели на море поехали, захотели на дачу поехали, да, идите и приглашайте людей в ваш бизнес, подмещайте, это все легко сделать. чем больше предпринимателей ребят вы обучили и помогли им сделать семейный доход, да, тем лучше будет и ваш доход. Вот и наша цель тоже из вас принимать все. Все навыки, которые вы приобретете, вы можете своей деятельностью все это применять. Помогает вам сама компания, помогает вам команда и у нас есть чат. Обязательно добавляйте в чат и читайте информацию. Для себя это все сохраняется, хорошо, чтобы вы могли не только сами здесь пользователи, но еще и когда придет ваш новичок, а он вот-вот ему придет, то тогда вы могли ему то же самое передать. У нас эта система дублицированная. Мне нравится эта тема, что здесь все другие помогают. Если на наемной работе все пытаются себя скинуть, то здесь любой ваш вышестоящий лидер, готов протянуть руку и поставить на свое место, чтобы вы стали менее чем директор, золотой директор, заинтересованы в том, чтобы вы очень много зарабатывали. И это просто здорово. В итоге вы получите успешный бизнес, финансовые возможности, свободное время, то есть денежный поток, ребят, не будет прекращаться, и время вы тоже получите. Вот как раз эта система, кто читал квадран денежного потока, ребят, поставьте плюсы, кто читал, и минусы, кто не читал. Квадран денежного потока, Роберт Пиаса. Спасибо. Ребят, кто не читал, советую прочитать, да, вы поймете, о чем я говорю. То есть это бизнес-система, которая дает не только деньги, но и деньги, которые вы сможете потратить на все дела, которыми вам нравится заниматься, на свое призвание возможностей, или кто-то с детьми хочет заниматься, прям все хочет им дать, показать, да, вот этим всем вы можете заниматься в свое свободное время, которое вы будете иметь благодаря запущенной системе. Работа здесь в команде, где каждый друг другу помогает. путешествия от компании, даже с менеджерского уровня, ребят, наши менеджеры, я сама ездила в Сочи, сейчас будет квалификация в Болгарию, вы еще можете пройти по альтернативным условиям, в 16-17-м каталоге, новички, да, которые приходят, можете по альтернативным условиям пойти, если вы откроете и откроете получать звание директор и закроете его в 8-му каталогу. Открыть нужно в первом каталоге не позднее 2017-го года, а закрыть в каталоге в 8-м 2017-го года. Ну, вот уже путешествие у нас совершенно другого выручили, не тот, который был прежде. Итак, чем заканчивается 15 лет наемной работе? Нулем, да, чем заканчивается 15 лет сотрудничество с компанией Replay? Ничем не заканчивается, потому что запустив бизнес-систему, доходы выручили, в такой график получается, наоборот, только раз доходы. Вот этот скрин, там у меня есть между нашего вышестоящего лидера, это реальные деньги, да, которые ему пришли, у него стаж более 15 лет сотрудничество с компанией Replay, миллион 117 тысяч ребят. Здорово? Когда-нибудь есть такие перспективы на наемной работе в линдике получать? А вот здесь успех есть. Конференция менеджеров, я вам это сказала. Итак, чего же начать? познакомиться с своими конкурами, менеджерами, инфляторами, да, там премия просто была в Москве. Месяц, ну, за 3 недели 500 получается, а остальная премия 500. Познакомьтесь. всегда будьте на связи, задавайте вопросы, потому что вашему наставнику нужно, чтобы вы побыстрее разобрались, да, все поняли и повторяли, чтобы у вас все получалось. В чат вас добавят, там тоже будьте активными, хорошо? Выполняйте все инструкции, активируйте обязательно свой личный кабинет, это первый заказ, ваш первый заказ даст вам активацию, да, вы так закрепитесь в структуре на 2 года, и под вами будет расти команда. Молодцы. А Симатей уже активирует. И посещайтесь вебинары, если не успеваете, то тогда у нас есть каналы YouTube, подписывайтесь на ваших спонсоров, обучайтесь там, хорошо? Лен, что вам добавится? Да, добавить. Топия, заказы вашего личного кабинета должны исходить. Да. То есть мы здесь создаем товарооборот. Вы директор своего онлайн-магазина. Если там товарооборота не будет, он не будет вам предупреждений. Да? Меня списало, наверное, Мария. Ребята, сложности, конечно же, будут. Да, это ваши друзья, это общество, которое будет вам ставить палки в колеса. Но, если у вас цель давит, то вы обязательно до нее дойдете. Я желаю вам пройти все эти сложности вот именно такие. То есть это страх, это вина какая-то, родственники будут вам говорить, что это все ерунда, не будут вас верить. Вы сами, возможно, не будете верить. Но, если вы пройдете вот эти все преграды, то вы дойдете до своей цели. Все, всем пока, ребят. можно, чтобы друзья заказали, можно вообще нанять продавца, чтобы продавец рекомендовал, то есть надо понимать, что вы предприниматель и вы директор этого своего онлайн-магазина. Как вы будете уже организовывать, это вы сами решаете. Мы можем только подсказать, как мы это сделали, а как вы это будете делать, это уже сами решайте. Мы все это обсуждаем на другом вебинаре, он называется, ну, скорее всего, у вас внутри команды есть, да, вебинары, организации личного товарооборота. Там все фишечки организации мы рассматриваем, так что не переживайте. Самое главное, закрепитесь сначала, да, то есть любой заказ на людей сумму, чтобы вы могли закрепиться, а там дальше сами организацию вы научитесь делать. Нет, сниматься и держать, сейчас будет слишком старт. Вот. Все, всем пока, тогда, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok